Благодарю вас дать, прежде всего, славу Богу нашему. За ту веру на и святейшую, что Он дал нам. Благодарю, что в этой вере у нас есть могущественная кровь Иисуса Христа, сильная мыть нас от всякого греха. Благодарю, что в этой вере есть замечательное, что Иисус Христос умер за нас, за грешных, умер пострадавшим, будучи униженным, умер, чтобы воскреснуть в третий день. И воскрес, но Он вознесся, и скоро придет. И Он наш Господь. И мы все скажем Аминь. Он действительно наш Господь. И вот сердце, оно готово повторять снова и снова, Ты один, которого имя Господь. Ты один, которого имя Господь. Ты один, Боже, наш Господь. И мы, если называем Тебя Господом, мы полны желания покориться Тебе. Слава и благодарение Богу. Слава и благодарение Господу за милостью, что Он дал нам. Знаете, есть некоторые значимые вещи, о которых мы должны с вами говорить, которые мы должны понимать. Я хочу сегодня говорить о Духе Святом. Я хочу сегодня говорить о нашем отношении к Нему, как к замечательной личности, как к Господу, как к Богу, который благоволит обитать в сердцах наших. Как Вы относитесь к Слову Божьему? У кого из Вас есть с собой Евангелие, Библия, или iPhone, iPad, телефон, смартфон со Словом Божьим? Есть у Вас что-то такое сейчас? Ну, возьмите, поднимите. Поднимите Ваше Слово Божье. Вот, я вот тоже подниму, такое вот модное. Да? И давайте поддержим, поддержим. Давайте поддержим. И сейчас со всей ответственностью, со всей ответственностью, всем сердцем, держите, не уставайте, мы скажем, это Слово, которое дал мне мой Бог. Говорите. Это то Слово, которое говорит ко мне сегодня. Это то Слово, которое для моих сегодняшних обстоятельств. Чтобы сегодня мне открыть Его истину. Чтобы сегодня меня научить Его характеру. Чтобы сегодня дать мне жизнь и силу. Слава Богу. Как Вы относитесь к иконам? Чего вы смеетесь? Как Вы относитесь к иконам? А? Ну, я скажу тогда, как я отношу. Что-то у Вас нет такого единого понимания. Я понимаю, что это нарушение второй заповеди из декабра. И здесь есть заповеди, которые Бог дал через мои силы. Но, дорогие мои христиане, дорогие мои братья и сестры, которые сейчас поднимали свою Библию в айфоне, в смартфоне, в айпаде, в телефоне и в печатном издании. Скажите, не относимся ли мы вот сейчас к тому, что мы поднимали, именно как к иконе? Да, ну и ко мне, христиан, Слово Божье, является насущным хлебом. Я есть хлеб, живой, сшедший с небес. Да, ну и ко мне, христиан, в то же самое время Слово Божье является чем-то, что уже обрело в себе некоторое такое священное значение не в содержании своем, а в его форме. У меня на тумбочке лежит Библия, потому что она должна быть всегда под рукой. Я читаю Библию, потому что я должен читать. Я вот что-то знаю из нее, что-то наизусть выучил, потому что мне так нужно. И мы, там, выбирая время, берем свою Библию и читаем, потому что так нужно, потому что я должен читать, потому что там какие-то для меня истины, потому что об этом пастор проповедует, и папа с мамой об этом мне тоже говорят. И мы забываем, где-то забываем, что действительно это вот откровение моего Бога. Откровение не когда-то данное и для всех единообразное, а то особенное, то специальное, то прекрасное, нежное, чувственное, сильное и славное, что Бог мой, Бог мой Отец говорит ко мне именно сегодня, зная, что сегодня я переживаю, зная, чем сегодня я дышу, зная, что меня сегодня тревожит или радует. И Он говорит в соответствии с этим через Своё Слово, в соответствии с моими обстоятельствами. Оно каждый день для меня свежее, оно каждый день для меня актуально, оно каждый день для меня мое общение с Ним, потому что Он говорит, и я слушаю. Мы порой молимся так, потому что нужно молиться, потому что должен молиться, и мы произносим какие-то доклады молитвенные, мы делаем какие-то отчеты, или наоборот даем задания Ему, что Он должен сделать для нас, чтобы мы Его за это поблагодарили. Вот, я уже сегодня об этом вспоминал, порой называем это вот таким вот образом, Господи, но не потому, что это мне хочется, а чтобы Ты себя прославил, а на самом деле мне это хочется. Хочу Вам сказать откровение, когда Вы в чем-то нуждаетесь, когда что-то Вас касается и задевает Вас, это нужно Богу, потому что Он Отец, и Отец всегда любит давать, Он всегда любит давать, поэтому не бойтесь просить Его о том, что Вам нужно, просить для Вашей радости, а в нашей радости Его слава. Итак, мы сегодня будем говорить о Святом Духе, о Святом Духе, где у нас братья, которые будут петь о Святом Духе, да? Мы, в общем, пением споем, да? А, сестры, опять все, замечательно, сестры всегда впереди. Вы знаете, я хочу, чтобы эта песня, она помогла нам настроиться. Давайте мы сейчас вместе встанем, вы все знаете эту песню, с такими словами, Дух Святой, дорогой, драгоценный Дух Святой. Мы друг не знали, мы тут же говорим о Святом Духе. Ну, пока моя любовь и прощение, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Драгоценный Дух Святой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, друзья мои, благословит Господь, благословит Господь, сегодня, сегодня что-то Бог желает говорить к нам. Я понимаю, что для нас очень важно не горчать Святого Духа. 63 глава Исаии, 10 стих. Но они возмутились и горчили Святого Духа его, поэтому он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. Вы знаете, вот это чудно так начинается. Я хотел бы вам предложить 63 главу в первых стихах. Кто это идет от Едома, в червленых ризах от вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Это Бог говорит о себе. Человек, я понимаю, это пророк, он, всматриваясь вдаль, он видит некоторую чудную личность, идущую от Едома. Идет в особенных одеяниях, и он спрашивает, кто это идет? Кто это идет, так чудесно, так величественно, выступая в полноте своей силы? И Бог отвечает на его вопрос. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. И дальше вот это слово, это слово о Божьем народе, который видит его, идущего в полноте силы, который идет и выступает столь величественно, который сильный, чтобы спасать. Он говорит к этим людям, но вы возмутились, вы огорчили Духа Моего Святого. И я сам воинствовал против вас, обратившись в вашего неприятеля. Друзья мои, есть очень важная вещь. Это наше отношение к Нему. Когда Христос уходил на свое служение, служение быть жертвой, служение принять на себя твой и мой грех, он, видя печаль своих учеников, говорил им, что придет другой утешитель. Я умолю Отца и даст вам другого утешителя. Умолю Отца и даст вам другого утешителя. Я хочу сказать вам, что вот здесь слово «другой», оно обозначает такого же, как Он, другого, но все-таки отличающегося от Него. Я пошлю вам такого же, как Я, на другого. Но Он такой же, как Я. Он от Моего возьмет и возвестит вам. Он будет вас утешать. Он не просто даст вам утешение. Вы знаете, очень верный перевод. Он даст вам смелость и дерзновение, отвагу. Я думаю, что именно это восприятие Духа Святого, именно это действие Духа Святого сделало апостолов в День Пятидесятницы совершенно другими людьми. Они только что сидели, закрывшись из опасений от Угдеев. Иисус уже воскрес. Они видели славу Его воскресшего из мертвых. Но они все еще были в страхе и закрывались, когда где-то собирались, закрывались из опасений. Но приходит этот замечательный день, когда Дух Святой сходит на них. Они полны смелости. И дальше мы видим, они не боятся свидетельствовать даже в Синедрионе, даже перед пресвященником. Они не боятся говорить перед судьями, перед своими палачами, как Стефан, как Петр и другие апостолы. Они боятся говорить перед царями. Они полны отваги и смелости. Но вот этот другой утешитель, такой же, как Иисус. Исайя, тот же пророк Исайя, он стоит среди нас. Вот в 53 главе, где он говорит о своем видении того, кто взошел из земли, как отпрыс, как росток из сухой земли. Он так действительно, из этого текста, я понимаю, он стоит среди нас. Не только среди тех, которые распинали Иисуса Христа. Не только среди тех, которые ни во что ставили Его. Он стоит среди нас. Потому что где-то мы с вами, все-таки, по-человечески продолжаем ни во что Его ставить. И ставя ни во что Его, не давая Ему того значения царя и владыки и Господа, которые у Него есть, мы также от счастья ни во что ставим и Дух Его Святой, о Котором Он сказал, такого же, как Я пошлю. И вот, я просто приведу пример. К нам однажды пришла такая группа людей, немножко странных. Они христиане, но не уверовали других странных людей. Те благовествовали с таким жаром, с таким напором. Там человек 10-15 покаялась их, обратились к Господу. Ну, как оказалось, покаялись, так вот чисто некоторое формально. Вот в этой группе там и действующие прелюбодеи, и действующие алкоголики. Все вместе вечерю принимали. Ну, вместе с тем, когда они остались без побечения, так как Бог приводит к нам в церковь, они говорят, ну, как-то мы хотим с вами быть в общении. Они из другого места, из другого городка. Я, знаете, думаю, вижу, что немножко они не вкладываются в мои понятия, в мои какие-то представления о христианах. Ну, и что мне остается делать? Просто автоматически к апостолу Павел спрашиваю у них, а приняли ли вы святого Духового Иерарха? Вот. И они мне один с другим отвечают, сидят передо мной и говорят, ну, да, я что-то там бормочу. Один вот так, я что-то бормочу другой, я что-то бормочу третий. Я тут взорвался, не выдержал, говорю, человек с парсонью может бормотать, или если напинца до топьяна, то может бормотать. А если ты крещен Духом Святым, то ты бормотать не будешь. Дух Святой никогда не бормочет. Он говорит о великих и чудных делах Божьих. Не оскорбляй святого Духа, не огорчай святого Духа, которого Бог дал тебе по милости, не по делам твоим. А что-то думать о том, что Бог дал нам по нашему достоинству, по нашему какому-то качественному состоянию это преступление. Это преступление. Мы никогда не сможем заслужить у Бога ничего из Его милости. Все, что мы имеем, дано нам исключительно через жертву Христа на Христе. Все, что мы имеем, дано исключительно по милости и по благодати Божией. Благодать Божия явилась спасительной для всех человеков. Мы живем в благодати Божией. И вот, да, кстати, к благовестию относятся братья. Есть, наверное, у некоторых такой принцип, может быть, кто-то из сидящих здесь его исповедует. Нам не важно количество, нам нужно качество. Какое качество мы можем принести Богу, чтобы Бог сказал, я удовлетворен, у вас замечательное качество. Какое качество может позволить мне прикоснуться к такой святыне, как наше причастие, как чаша и хлеб, который мы принимаем во время хлебополомления. Какое мое качество? Какая моя собственная заслуга может позволить мне войти во святой и святых присутствия Божьего? Какое мое достоинство может открыть мне дверь в это святое и святых? Не все ли через крест и через кровь Иисуса Христа? И с одной стороны, нас это очень сильно напрягает. Я ничего не могу заслужить сам. Но с другой стороны, открывая беспредельную Божью милость, Он все дал мне, потому что Он благ. Итак, они возмутились и горчили Духа Святого. Кто-то из вас наверняка вот в этот отрезок жизни переживает очень большие проблемы. Кто-то из вас сегодня чувствует себя ущемленным, стоя из другой страны и чувствует себя как бы тем, кого преследуют враг и неприятие. Может быть, кто-то чувствует себя попираемым и вот таким вот угнетаемым врагом своим. Подумайте, нет ли здесь причины другое абсолютно? Если сам Бог обращается в неприятеля, ничто, что ты делаешь, не будет успешным. Ничто, к чему ты обращаешься, ты не достигнешь. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Это тоже к этому месту. Но не огорчайте Духа Его Святого. Не огорчайте Духа, которого мы сегодня будем искать с вами в жажде. В послании Ефесянам, 4 глава, 30 стих. Не оскорбляйте Духа, Святого Духа Божия, которым мы запечатлены в день искупления. Дух Святой стал печатью в день твоего искупления. Он не поставил печатью, он стал сам печатью тебе. Печатью, которая удостоверяет, что ты искуплен Богом, что ты искуплен через жертву Креста Христова. Ты искуплен через пролитую кровь, через могущество этой святой и славной крови Божьей. Не оскорбляйте и не огорчайте Святого Духа. С великим благоговением относитесь к тому, что вы говорите на языках. С великим благоговением вслушивайтесь слова и эти молитвы, которые вы не понимаете, но которые исходят из внутренности вашей. Дайте этому потоку течь, потому что сказано, из чрева вашего потекут реки и воды живой. Если вы верите, как сказано в Писании, то обязательно эти потоки потекут. Если ты веришь, как сказано в Писании, но потоков ты еще не чувствуешь, они еще не текут из тебя, скажи Богу. Скажи Богу это слово, Господи. Я хочу, чтобы вам не исполнилось это слово. Я хочу, чтобы из внутренности мои эти клей, эти потоки. Станьте теми людьми, для которых ожило Слово Божье. И то, что вы прочитали, и то, что вы поднимали, пусть оно звучит в вас и говорит к вам. Пусть оно звучит в вас и говорит к вам. И действительно, отношение к слову, написанному слову, должно быть совершенно особенным у каждого из нас. Вдумайтесь, вдумайтесь. Мы приходим к действию Святого Духа, но через подчинение себя Слову Божьему. Потому что Дух Святой не может действовать в преди Слову Божьему и никогда не будет действовать. Дух Святой не будет действовать тогда, когда мы вот захотели этого. Он будет действовать тогда, когда Он захотел. Но мы представляем себя Ему, и мы ищем, и мы ищем того, что от Него. Я вам хочу сказать, послание, послание, не послание, а Евангелия Тиана начинается очень замечательно. Это, где-то мне разобраться, вот так. У меня Женя Миледи учил сегодня. Он хороший учитель. Первая глава Иоанна, первый стих. В начале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Богом. Оно было в начале у Бога. Удумайтесь. Мы по отношению к нашей Библии говорим Слово Божье. Иоанн говорит по отношению к Божьему Сыну, что в начале Он был Словом. Слово, которое было у Бога, и это Слово было Богом. И все через Него начало быть. Написано, что им все сотворено. Через Него все пришло. Он Отец Вечности. Он тот, кто веки сотворил. И без Него ничто не начало быть, что не начало быть. В Нем была жизнь. И Он говорит об этом. Слова, которые говорю я вам, суть Дух и Жизнь. Да? Плоть не пользует немало, но Дух животворит. Слова, которые говорю я вам, Он говорит нам через Писание. Он говорит нам через написанное Слово Божье. Поэтому, ища Духа Святого, ища полноты Духа Святого, мы, конечно, будем с вами, братья и сестры, теми людьми, которые, прежде всего, будут опираться на Слово Божье. Которые, прежде всего, будут опираться на Слово Божье. Вы примите силу, когда сойдет Дух Святой, и будете мне свидетелями. Благорестование, вне силы Святого Духа, никогда не принесет успеха, который она может принести, когда мы исполнены силой Святого Духа. Если мы, и если мы понимаем, что сегодня есть заслуг благовестия, если мы понимаем, что сегодня есть проблема благовестия, то, естественно, сделать вывод, что нам еще не достает того, что приняли апостолы. Они приняли не просто говорили на их языках, это великое знамение, которое дано нам от Господа. Но если мы на этом остановились, если мы сказали, все, теперь у меня есть, мне больше ничего не нужно, Дух Святой запечатлел меня, и все, аллилуйя, я с радостью уже иду в Божье Царство. Мы, наверное, мало что поняли от себя, мы мало что поняли о законности Божьей. Вы знаете, как есть, наверное, цели у Церкви? Их три. Их три. Будем непрестанно приносить через него, то есть через Иисуса Христа, жертву хвалы, то есть откус наших прославляющих имя Господне, наше прославление, наша хвала Господу, наше вот возвещание о Его совершенстве, о Его совершенных делах, это одна из главнейших целей. Дальше, Он говорит, что идите и научите все народы. Он говорит, чтобы мы были свидетелями о Нем, здесь же в первой главе Деяния. Он говорит, что это наша цель, наше призвание, это вторая цель. И, конечно, третья цель, которая увязана с этими двумя, они все взаимосвязаны, это наше совершенствование. Это наше совершенствование. И дары Святого Духа, они действуют в Церкви для совершения святых на дело служения. Для усовершенствования святых на дело служения. Итак, друзья мои, если сегодня Дух Святой у нас с вами, то у нас должно быть и успешное благовествование. У нас должно быть и успешное благовествование. Если мы не видим успешного благовествования, нам есть что искать. Нам есть что искать. Если мы понимаем, что нам есть, что искать, нам нужно искать у Бога, Слово Его, которое говорит нам о том, что же нам искать. Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Свидетелями. Свидетель верный. Есть такое определение. И есть определение свидетель лживый, свидетель нетвердый, неверный. Если в суде рассматриваются свидетельские показания, и человек, являющийся свидетелем, приглашенный судом на свидетельство, не говорит внятного, не имеет убедительной силы своего свидетельства, то его свидетельство не принимается. Он недостаточный свидетель, он неверный свидетель. Его свидетельство не принимается во внимание судебным заседаниям. Но если свидетель говорит уверенно, если он говорит сильно и твердо, если он не колеблется, его свидетельство принимается без заговора. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Нам нужна эта внутренняя сила. Когда Иисус учил, все удивлялись власти, которая звучала в его словах. Он учил, как власть имеющая. Когда говорили апостолы, говорили апостолы о Христе, они удивлялись тому, как они говорили. Они видели в них простых людей, они видели в них рыбаков, галилеян. И не понимали, откуда они с такой уверенностью, с такой властью свидетельствуют о Христе. Это сила свидетельства, которая пришла от Духа Святого. И, дорогие мои, вот еще вопрос. А как вы относитесь к святым? С любовью. Замечательно. Замечательно. Я уже спрашивал, как вы относитесь к иконам. Вот, вы что-то там слабо отвечали. Сейчас, по-моему, только один пастор единственный ответил, и все. Больше остальные уже задумываются. Нет ли тут подвоха какого-то? Вы знаете, я понимаю, что среди тех людей, которых в нынешней православной церкви, которых назвались святыми, среди них были многие те, которые в жизни шли путем, может быть, отчасти похожим на наш. Я не скажу, что в форме, в истине, в учении, или еще в чем-то. Но вот у нас есть такой вот известный святой, Серафим Саровский. Он, кстати, в Курске родился. Вы знаете, он отличался, оказывается, тем, что он искал стяжать Святого Духа. Я не знаю, в чем это заключалось. Предание приписывает ему способность пророчествовать, способность исцелять. Не знаю, насколько это верно. Но сама мысль о том, что человек искал стяжать Святого Духа, искал собрать Святого Духа, искать, исполниться Святым Духом, она очень близка к евангельскому тексту. И Христос, прежде чем сказать им о той силе, которую они примут, когда сойдет на них Святой Дух, помните, перед Вознесением Своим, вот именно тогда, когда они собрались в запертой горнице, и Он стал посреди них, вот Христос тогда и сказал им, что примите Духа Святого. Вообще, знаете, вот здесь какой-то очень интересный смысл. Очень интересный смысл. Примите Духа Святого. Давайте, у кого у вас есть Библия, третью главу Откровения откройте. 20 стих. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со Мною. И дальше побеждающему дает сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил, и сел с Отцом Моим на престоле Его. Итак, если мы понимаем, что Дух Святой действует подобно Христу, что Дух Святой исполняет то, о чем сказал Христос, но Его возьмет и возвестит вам, что о Нем сказано, что Он такой же, как Христос, но отличается от Него, то я предлагаю вам представить сейчас в образе того, кто стоит у двери и стучит Господа Святого Духа. Дух не имеет образа, но мы можем себе позволить что-то вообразить в себе, в своем сознании. Некоторые страны, которому имя Господь, Дух Святой, стоит у двери сердца твоего и моего, стоит и стучит. Он не вламывается дверь, он не требует к себе абсолютного внимания, он стоит, как проситель. Не было в Нем ни вида, ни величия. Вы помните Исаак, да? Который привлекал бы нас к Нему. Но Он стоит у двери сердца и стучит. Открой мне. Открой мне, чтобы я вошел. Открой мне, чтобы я сотворил храм, чтобы я сотворил обитель. Открой мне, чтобы я вошел, и ты мог со мной вкушать мое слово, от которого только и приходит жизнь. Чтобы ты мог со мной жить моим словом. Чтобы ты мог исполниться силою моей, через мое слово, через общение со мной. Я не знаю, может быть я кому-то из вас уже говорил об этом, думаю, что не всем. Но хочу сказать, что в словах молитвы, которые пастор обычно в каждой церкви нашего братства завершает служение, есть некоторая давность, к которой мы также не относимся как к живому слову, относимся как к иконке, относимся как к традиции, которые не имеют для нас жизни. Это молитва апостола Павла. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Вдумайтесь, здесь данность, здесь определенная данность. Благодать дана нам, благодать явилась, и благодатью мы спасены. Это дано нам или нет? Ну что молчить? Давайте мы такое интерактивное общение устраиваете. Говорите чаще о Минне, говорите так, давай пастор, давай. Я помню в одной американской церкви, где-то в начале 2000-х, по-моему, приходил один человек, он был побольше меня на голову, живот у него лежал на коленках, когда он садился, такой массивный был человек, вот до конца коленей доставал. И он был самый активный в собрании, он все время кричал, камон пастор, камон, то есть давай, давай. Она подбадрила пастора, как болельщики подбадривают хоккейную команду, да? Вот, через два года я опять попал в эту церковь, он уже на инвалидной коляске приезжал, он уже не мог заходить, как прежде, на костылях. Вес его задавил, вес задавил. Он по-прежнему кричал, камон пастор. И пастор, я думаю, был ему благодарен, потому что он немножко оживлял аудиторию. Кто-то от этого крика просыпался, кто-то, значит, начинал слушать, что же там пастор говорит, почему-то люди просят, давай, давай еще, то есть больше нам, да? Поэтому, пожалуйста, не позволяйте себе спать. Мы с вами должны прийти сегодня к тому, чтобы очень активно, очень живо, очень ревностно искать, стержать Святого Духа. Позвольте мне использовать такое выражение. Искать, принять Его больше, искать, принять Его немедленно. Искать в нем сегодня, то есть силы, силы свидетельства, чтобы нам быть успешными в нашей жизни среди мира. Итак, Он говорит, я стою у двери и стучу, я стою у двери и стучу. То есть Он предлагает нам впустить Его больше. И если ты услышишь голос Его, если ты услышишь голос Его и отворишь Ему, ты нечто получишь, получишь прекрасную трапезу вместе с Ним. И Он дальше говорит побеждающему, дай сесть со Мною на престоле Его, как и я победил и сел с Отцом именно на престоле Его. Мы подойдем к этому понятию побеждающий и победа. Но посмотрите немножко дальше. Посмотрите немножко дальше. Иисус говорит о себе, как об авторе этого слова. Иисус сказал Ему в ответ, это так же у Иоанна. Иисус сказал Ему в ответ, кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Вот здесь я хотел бы подчеркнуть важность правильного отношения к Слову Божьему. Важность правильного отношения к тому, что сказал Христос. Это не буква. Буква, когда ты не живешь ей. Это Слово, которое животворит. Это Слово, которое ты соблюдаешь не потому, что кто-то тебя заставляет, или твоя совесть контролирует тебя, поступаешь туда, как написано. Это потому, что оно живет в тебе, и ты живешь этим Словом. Это потому, что это Слово стало для тебя хлебом живым, шедшим с небес, и ты проглотил его, ты его съел. И как ты живешь от хлеба, который ты съел, живешь плотью своей, как ты Духом живешь от того Слова, которое ты съел, которое ты принял внутрь себя, оно перестает быть для тебя буквой. Оно становится твоей жизнью. И в ответ на вопрос, почему ты того или этого не делаешь, ты уже не говоришь, а мне это нельзя, а это грех. А ты говоришь, а мне это в голову не приходит, у меня в жизни другое, у меня другая жизнь. Мы порой боимся показаться людям, с которыми рядом живем, не такими, как они. Мы порой и говорим, нам нужно привлечь грешников к себе, нам нужно показать, что мы не чуждаем все их культуры, их музыки, что мы к ним нормально расположены. Ложь и кривита. Грест всегда имеет перекладину. Мы всегда в вере нашей будем перекладиной для этого мира. Мы всегда будем для грешников виселицей, на которой они будут чувствовать себя повешенными. И поэтому мы будем для них благоуханием неприятным, а смертоносным запахом. Поймите это. И если мы сегодня пытаемся в нашем собрании грешникам предоставить комфортную атмосферу, их музыку, им что-то приятное, на это ссываются, говорят, Иисус шел же к мытарям и грешникам, Иисус шел к этим людям, Его даже упрекали, что Он любит с ними пить и есть, но не напиваться. Он шел к ним не для того, чтобы делать то, что им приятно, а Он шел к ним для того, чтобы они сделали, что Ему приятно. Он шел к ним, потому что Слово Его возрождало их жизни, и их греховное «я» умирало, а Его Слово становилось новой жизнью, в которой они жили. Итак, обитель у Него сотворил. Христос сказал об этом глубже. И я хочу сказать тебе, дорогой брат, дорогая сестра, ты храм живущего в тебе Духа. Ты храм живущего в тебе Духа. Сотворить в тебе обитель – это не просто что-то в тебе маленькая какая-то комната. Это не просто ты говоришь Богу в молитве «Господи, отдай тебе мое сердце». Это другое. Это умоляю вас, братья, милосергием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую и святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сил, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы опознавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Итак, кто любит меня, тот соблюдет Слово. Вот здесь ты ищешь выразить свою любовь к Нему. Единственное, для чего тебе нужно соблюсти Его Слово, чтобы выразить, эффективно выразить, что ты любишь Его. Я думаю, что когда мы поем Ему о том, как мы любим Его, мы хорошо делаем. Я думаю, что когда мы говорим Его в молитве «Я люблю тебя, Иисус», «Я люблю тебя, Отче», мы хорошо делаем, но очень часто мы просто путаем состояние своей чувственности с настоящей любовью. Кто любит меня? Почему ты, говоря Богу, что любишь Его, почему в то же самое время, в ответ на Слово Божие, которое говорит тебе о некоторых вещах, которые ты думаешь тебя ограничивают, почему ты говоришь «Я думаю это по-другому», «Я понимаю это по-другому», а это вообще уже устарело, это уже не для нас. Библия никогда не устаревает. Это Слово, это Живое Слово Живого Бога. «И Отец мой возлюбит Его, и мы придем, и обитель у Него сотворим». Почему сегодня многие из нас жаждут быть храмом Божьим? Почему многие сегодня из нас жаждут быть вполне преданными и отданными Ему? Да потому что в этом смысл, потому что в этом есть ответ на движение души, потому что в этом нормальное состояние человека живого. Приносить Богу Славу не просто только устами своими, повторяю, это важно, но приносить Богу Славу, выражая Ему свою любовь через послушание Его Слову. Он стоит у двери и стучит. Он стоит у двери и стучит, и Он ожидает, чтобы ты отворил. Почему Он так долго ждет? Гром мести, Иван Дятлуки, сказано, «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить Ему». Он хочет, чтобы ты тотчас отворил Ему. Он хочет, чтобы ты тотчас сделал свой выбор. Он хочет, чтобы ты не медлил. Он хочет, чтобы сегодня ты сделал окончательный выбор, посвящая себя Ему. Мы должны стать теми людьми, которые безумно пожертвовали своей свободой, но через это пожертвование и обрели только истинную свободу. Потому что тот, кто сегодня не раб Иисуса Христа, он раб этих обстоятельств. Кто сегодня не раб Иисуса Христа, тот раб мирской жизни. Кто не раб сегодня Слово Божье, тот раб сегодня богатей земных и поступков, которых сам стыдится. И вот здесь вот приходит соблазн. С одной стороны, у молодого человека, это особенно у молодого человека, хотя не только у молодых, но у молодых особенно, потому что наибольшая эмоциональная сила, наибольшая жажда познать мир, наибольшее чувство потенциала в себе. И это сопряжено и с образом жизни. Потому что вы учитесь, и вы каждый день узнаете что-то новое. И вы учитесь в Боге, и тоже узнаете что-то новое. И вы вырастаете, видите для себя перспективы. Одна из таких прекрасных перспектив, это любовь человеческая, создание семьи, быть в браке, перспектива трудиться, зарабатывать своими руками, зарабатывать может быть много, чтобы из чего уделять нуждающимся, чтобы жить вот как-то вот так вот прилично, как мы порой говорим, не хуже, чем другие. Очень большие и многие желания. И вот очень часто это становится противоречи с тем внутренним призывом, который ты имеешь в себе. Внутреннее твое говорит тебе, посвяти больше времени общению с Ним. Посвяти больше времени общению с тем, кто живет в тебе, общение Святого Духа со всеми вами. Да, как благодать, которая дана, как любовь, которую Бог доказал тем, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Нам дано общение Святого Духа. Я должен приходить к Нему в общении. Он стоит у двери и стучит, чтобы я открыл Ему для общения. Он стоит у двери и стучит, чтобы я открыл Ему для созидания моего в Нем. Что и будет естественным ответом на мои внутренние желания, на желания души моей. Вы будьте подобны людям, которые ожидают возвращения Господина с брака. Чтобы, когда придет и постучит, тотчас отворить Ему. Господи, подожди. Подожди. Там в этой притче Он говорит о людях, которые говорят, подожди, мне нужно испытать валов. Я купил этих валов, 150 лошадиных сил под капотом, мне же надо испытать, нужно подорваться как следует, поездить. Или подожди, Господи, я жениться собрался или замуж, подожди. Вот уважительное дело, в системе никакого греха, закон не осуждает ни приобретение валов, закон не осуждает ни свадьбу, ни женитьбу. Христос тоже этого не осуждает. Но когда мы ставим нечто, что можем получать в этой жизни, опять же, благодаря Ему, впереди Его, то где-то мы закрываем эту дверь, где-то поговорим Ему, подожди, я уже в постели, я уже в постели, и все мои тоже спят, я не могу тебя отворить. Ему, как бедный вдове, приходится стучать вновь и вновь, вновь и вновь докучать. Ему, как тому страннику, который пришел к другу, а тот пошел к своему соседу просить хлеба, приходится вновь и вновь стучать. Ко мне в мое сердце. Встань и тотчас отвори, когда ты услышишь, что он стучит в твое сердце. Тотчас отвори к нему. Друзья мои, благословен Бог. Благословен Бог, который, несмотря ни на что, продолжает стучать. Он продолжает сегодня стучать во многие сердца. Он сегодня продолжает стучать в твое и в мое сердце. Он продолжает ожидать от нас готовности представить себя Ему. Представить себя Ему, как сосуды, которые Он хочет наполнить своей силой. Которые Он хочет наполнить Духом Святым до избытка. Он хочет создать твою жизнь, чтобы она протекала в радости и в Его присутствии. Ты будешь действительно радоваться. Он хочет дать тебе благо те, которых ты, может быть, и сам не ожидаешь, но мечтаешь о них, но только с Ним, и только с Ним, и только через посвящение Ему, потому что для тебя сказано, ищи прежде Царство Небесное, в основное приложится, Он знает твои планы, Он знает твое желание иметь этих хвалов, Он знает твое намерение создать семью, Он знает, что ты где-то землю прикупил, чтобы там дом построить, Он знает это все, Он это не осуждает. Он говорит, прежде приди ко мне со всем этим, что у тебя, приди ко мне, я купил валов, но я пришел к тебе с этими валами, я потом их испытаю, я вступил в брак, но я пришел к тебе вместе с моей женой, вместе с моим мужем, я пришел к тебе, Господи, чтобы насладиться общением с тобой, чтобы принять твое благословение, чтобы принять твое наставление, твое слово и потом в этом жить. И это земля Божия, на которой я буду строить дом, я хотел бы, чтобы ты прежде построил дом здесь, чтобы ты здесь сотворил обитель, тот час отвори ему, когда он стучит в твое сердце. Очень многие испытывают призыв не просто к служению, иногда это призыв вот такой мимолетный, как бы, который мы стараемся заслужить себя, думая, что это какая-то наша глупость, думая, что это какое-то наше неразумие, и мы на это не способны. Скажи этому человеку, скажи этому человеку, что Бог его любит. Однажды на трамвайной остановке, недалеко от нашего молитвенного дома, вот такой призыв прозвучал в сердце одной женщины, которая вышла с собранника. Она подошла к другой, стоявшей там на остановке, и ввиду приближающегося трамвая, который уже шел, она говорит, Бог любит тебя. Она заплакала. Говорит, откуда вы знаете? Говорит, я знаю, так написано. Бог возлюбил весь мир и отдал Сына Своего, чтобы ты, веруя в Него, не погиб, но имела жизнь вечную. Она говорит, я ждала трамвая, не для того, чтобы ехать, чтобы броситься по Нему. Вы знаете, это было побуждение. Он стоит под дверью и стучит. Может быть, сегодня тот человек, которого ты встретишь, вот и должен будешь ему сказать о любви Христовой. Два слова, три слова. Он любит тебя. Бог есть любовь. Может быть, этому человеку ты поможешь принять правильное решение в своей жизни. Друзья мои, мы говорили о победе. Побеждающего, он говорит, сделаю столпом. Побеждающего сделаю столпом. Да? И побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил. Наша победа от Него. Мы имеем победу, но наша победа от Него, мы должны быть в этом уверены. Наша победа от Него, Он уже, Он уже эту победу приобрел для нас. Но каждый раз в себе нужно что-то победить. Каждый раз в себе нужно что-то победить. Что значит Павлова, я каждый день умираю? Что значит, я бегу, не так, как бегут на листалище? Что значит, умиршляю, порабощаю тело мое? Это не какая-то эстетическая жизнь, в которой человек замолил себя голодом, постами, замолил себя какими-то другими вещами. Это та жизнь, в которой ты предпочтение всегда отдаешь ему. Ты хочешь есть, и тебе звучит голос соблазнителя. Если ты сын Божий, скажи, и камни станут хлебами, и ты отвечаешь, не хлебом ни единым жил человек, но всяким словом исходящим воюз Божий. И ты принимаешь, как та самарянка приняла откровение о живой воде, которую он давал пить. Как ученики его, которые стояли вокруг него и недоумевали, что это значит. Дам есть плоть мою, дам пить кровь мою. И кто-то ушел, соблазнившись, они говорят, куда мы пойдем, у тебя глаголы вечной жизни. Вот именно так, вот именно так отнестись к нему, вот именно так отдать ему предпочтение. Он стоит у двери и стучит, а тебе нужна победа. Победа для него. Победа, в которой ты себя посвящаешь ему. Я опять говорю о блаженстве рабства. Пленяем всякое помышление в послушании Христу. Что это значит? Это значит все прежде, чем ты чье-то помышление сможешь принять послушание Христу. Твое помышление, то есть образ мышления твоего, характер твой, он уже пленен послушанию Христу. Ты в вере своей являешься человеком веры и послушен вере. Ты раб вере, ты покорился вере. Павел говорит, не могу сказать, чего Бог не совершил через меня. Чего и знамение, чудес, слово для покорения язвичников вере. Ваша покорность вере всем известна. В вере нужно покориться. Вот здесь победа. Вот здесь победа. И когда кто-то тебя нашептывает, зачем тебе порабощать себя, то на самом деле знай. Он, этот кто-то, мешает тебе принять истинную свободу, в которой есть Христос, живущий в тебе. Который есть Христос, за тебя делающий выбор. Который есть Христос, за тебя говорящие слова. Те слова, которые спасают другую душу. Да благословит Бог. Да благословит Бог победа над собой. Друзья мои, мы подходим к тому, чтобы понять, в чем суть нашей победы. В чем суть нашей победы. Опять, откровение 12 глава. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже до смерти. Вот здесь очень новое, очень новое к нам. Во-первых, сила победы. Ты хочешь победить окружающий тебя мир. Все есть вера наша, победившая мир. Это святейшая вера, которая дана тебе. Но если ты в вере послушан Богу, дающему тебе слово, ты будешь побеждать мир. Они победили его. Кого его? Они победили змея древнего. Они победили дракона, которому имя сатана. Который воинствует против тебя. Которого ты вспоминаешь каждый день, произнеся молитву. Вы знаете, когда я был молодым человеком, искушения преследовали меня очень сильно. И в словах этой молитвы я делал особенный акцент на это. Избавь меня от лукавого. Я просто произносил. Ты можешь так же говорить Богу. Ты можешь так же говорить Богу. Ничего не произносите механически. Не должно быть молитв, в которых вы читаете по молитву слову. Должны быть те, которые исходят из сердца. Должны быть те, которые сопровождаются мыслью. Должны быть те, которые ваше выражение в себя пред Богом. Которому выражаете свою нужду, свою надежду, свою радость пред Богом. Избавь меня от лукавого. Ты можешь победить этого врага. Кровью Агнца. Могущественной крови Иисуса. Мы славим Бога за могущественную кровь Иисуса. Ею дана победа над грехом и дьяволом. Ею мы нам выберем власти греха. Могущественной крови Иисуса. И словом свидетельства своего. Ты знаешь, Он дал тебе для полноты, ощущения победы. Еще это оружие очень важное и сильное. Слово свидетельства. Там, в той атмосфере, где ты живешь, тебя часто искушают. И порой ты не знаешь действительно, как ответить. Пойдем с нами покурим, или пойдем пиво попьем, или пойдем еще куда-то. Порой ты не знаешь. Порой тебе даже бывает твоему стыду же стыдно им сказать, что я верующий. Что у меня другое в сердце. И человек что-то елюет и темнит. И тебе сразу говорят, да, знаем это самое. Больной, наверное. И надо доказать, что не больной. Кому-то надо доказать, что не больной. Надо показать, что я мужественный и сильный, да? И человек становится на пути греха. И на самом деле становится безвольным и слабым. Таким слабым, что падает грех. Твоя сила в слове свидетельства. Твоя сила в слове свидетельства. Я верю в того, который дал мне другую жизнь. У меня другое понятие о культуре. У меня другое понятие об этике отношений. У меня другое отношение к этому миру и всему, что здесь. Я верю в Бога. И я не делаю это ни потому, что мне нельзя. А я не делаю того, о чем ты мне говоришь. Потому что я имею все призвания своей жизнью тебе, грешнику, свидетельствовать о том, что есть другая жизнь. Если ты сегодня ищешь святость, если ты сегодня сохранили в себе святость, ты показываешь, что будет небо, где будут собраны святые. Ты показываешь, что это небо уже опускается на землю. И земля сгорит. И все дела на них сгорят. Но тот, кто уже живет на небе, тот будет жить вовек. Слава и благодаря Богу. Они победили его. Они победили его кровью и агнц. И так у тебя два сильных оружия. Два сильных боеприпаса таких вот. Или орудия воинствования. Кровь Иисуса Христа. Я слышал некоторых людей, которые учат других. Вот, говорит, в опасности какой-то, или еще там, в каких-то ситуациях. Повторяй. Кровь Христа, кровь Христа, кровь Христа. Не надо быть человеком, который бездумно повторяет какие-то святые вещи. Если ты обращаешься к этой силе, кровь Иисуса Христа, то просто скажи, от этого меня омыла кровь Иисуса Христа. От тебя, сатана, меня защищает непредалимая у тебя преграда, святая кровь, агнца Божия. И я свидетельствую сегодня всему миру. И это свидетельство стоит в том, он умер за мои грехи и воскрес, и он скоро придет, чтобы судить весь мир. Пусть Бог благословит. Пусть Бог благословит. Откровение. Последнее мы будем молиться. Пятое главно. И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и от вне, запечатанную сию печати. И видел я в елосильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу и не посмотреть в нее. И я много бланкал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не будь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять сию печать ее. И у нас вечность всегда то, что закрыто семью печатью. Мы видим себя живущими здесь, на этой земле. Мы порой рай представляем себя как некоторое подобие земной жизни. Я не говорю, что в этой книге о вечности. Я понимаю, что это какая-то очень важная книга. Какая-то немыкновенно важная книга, которую нужно было раскрыть. И нужно было быть личностью, имеющей особенное достоинство, чтобы раскрыть его книгу. И никто не мог, кроме одного, который подобен льву в смелости, в силе, в дерзновении, в величии, в славе, в царственном положении, должен был быть один, который является корнем и потомком Божьего рода. Божьего рода, которому Бог определил быть на земле. Тот, который победил. Он раскрыл эту книгу и снял семь печать. Он открыл для тебя и для меня вечность. Он открыл сегодня для тебя и для меня источник силы во Святом Духе. Он открыл сегодня для тебя и для меня истины и смысл жизни. Он открыл сегодня для тебя и для меня уверенность, которой не поколеблит никто. И кто бы тебе не говорил, что Бога нет, и кто бы тебя не убеждал, что все это выдумки старых, выживших из ума людей, ты можешь всегда ответить, он стучал. Он стучал, и я отворил ему. Да, я не тотчас отворил ему. И единственная горечь моя в сегодняшней жизни только лишь в том, что я не тотчас ему отворил, я еще долго блуждал по своим путям, я еще долго ходил по своим прихотям, я об этом раскаиваюсь, я об этом сожалею, больше мне сожалеть не о чем. Потому что с того момента, когда я отворил, и он вошел, и сотворил здесь обитель вместе с отцом своим, когда он вошел и накормил меня словом жизни, и это слово стало во мне живущим и пребывающим, и изменяющим меня постоянно, и я в этом слове расту. Вот с этого момента я могу хвалиться им. С этого момента я радуюсь жизни. С этого момента все прежнее для меня ничто, а все новое для меня, заманчивое и желанное. И я стремлюсь в это новое. Я стремлюсь в эту неизведанную вечность, в которую ты не войдешь, если не покаешься, и если не примешь Господа Иисуса Христа, так умрешь в своих грехах. А я уверовал в Него. Я буду там в вечности славить Его и радоваться Нем. В этом призвание души моей. И чтобы ты об этом не думал, они будут тебе говорить скучно, в вечность, повторять одно и то же слово, аллилуйя. Скажи ему, вечность, это такое состояние, где времени. И даже если я миллион раз повторю с этого слова, аллилуйя, глядя в Его очи, это будет как то, что я еще ни разу не сказал, я просто пытаюсь открыть рот, чтобы выразить те чувства, которые вот так вот нахлынули и живут во мне, и заполняют меня всего. И в этом пусть сегодня поможет нам Дух Святой, чтобы сегодня мы прославляли Его. Я приглашаю вас к молитве. Я приглашаю вас к молитве, в которой мы скажем Него. Я хочу, чтобы из моей внутренности деклятый. Я хочу, чтобы во мне исполнилось слово, не меру ее дает Бог Духа. Если это живое слово, оно живое слово, я хочу, чтобы оно во мне ожило, чтобы оно во мне совершилось. Я хочу быть смелым. Я не просто хочу утешения от Духа, я хочу от Духа смелости и от Вани, чтобы возвещать этим грешникам. Не так, чтобы ублажать их, но так, чтобы они чувствовали как бы режущую боль в своем сердце от того, что за их грехи распят Божий Сын. Но Он воскрес, и Он придет судить этот мир. А я радуюсь от этого, потому что я избавлен от суда через ту веру, которую Он дал мне. Дух Святой, наполни меня. Дух Святой, наполни меня. Поведи меня в хвале. Поведи меня в благовестии. Поведи меня в совершенствовании. Поведи меня, чтобы моя жизнь мне казалась бессильной. Чтобы я очень четко и ясно видел свой конец в вечную жизнь. Чтобы я очень четко и ясно понимал, что мне даны очень серьезные и могущественные средства достигнуть этой цели. Это кровь Иисуса Христа и слово свидетельства моего. Это моя победа. Это моя вера. Это драгоценнейшая вера, которой я хвалюсь перед миром, возвещая совершенство призвавшего меня из свой чудный и свой свет. Я хвалюсь этим пред миром. И мне никогда даже в голову не придет, что мне может быть стыдно от того, что я христианин. Это, если так можно сказать, это моя похвала или моя гордость. Господи, нам гордость неприлична, но моя похвала Господа. Ты дал мне веровать и я буду Тебе возвещать. Будем молиться. Ищите исполнение Духом Святым. Ищите сейчас всей полноты. Мы не можем еще представить себе, что Бог хочет дать. Мы уже молимся. Скажи Ему слово, которое обозначает Его имя. Скажи Ему Господи. И знаешь, что с этого момента, когда Ты произнес важнейшее слово, важнейшее имя, Господи, Ты стоишь перед Нимой.